Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. В прямом эфире информационная программа «Саратов сегодня» в студии Екатерины Хяргинин. Здравствуйте. Вместе с коллегами мы готовы рассказать о наиболее заметных событиях. И вот о чем пойдет речь. Избавит от многокилометровых пробок. Большой поток уйдет, обходя станцию. Объездную дорогу вокруг станции «Синная» строители обещают сдать через два года. Чтобы не повторилась трагедия под Хабаровском. Наш осмотр был направлен как раз на соблюдение режима, на использование каких-либо средств обогрева. Сегодня в палаточный лагерь в Визовке наведались пожарные инспекторы. Какая температура за окном ждет саратовцев в пятницу 2 августа в Ильин день, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Из Саратова до Вольска всего за один час. Такое путешествие станет возможным после завершения реконструкции трассы, которая сейчас ведется. Строители возводят сооружения, которые позволят избежать многокилометровых пробок у поселка Синоцкое и станции «Синная». Когда, наконец, разгрузится федеральная трасса, точные сроки узнала Оксана Лючева. Переезд у станции «Синная» в Ольском районе. Здесь по несколько раз в день выстраиваются многокилометровые пробки. Трасса – одна из самых загруженных в районе. Одна более-менее нормальная дорога связывает М5 и М-Дон. Ну, а где еще ехать, если на Урале живете, по какой дороге вы поедете? Невозможно выехать. Вот я живу на этой стороне. Мне, чтобы доехать вообще на ту сторону, мне надо здесь просто стоять минут 20-30. С этой стороны вообще до Куриловки иногда пробка бывает. Отсюда до Куриловки километров станет 7-8. «Скоро из Саратова до Вольска можно будет доехать за один час», уверен депутат Госдумы Николай Панков. Все это благодаря объездной дороге вокруг станции «Синная». Протяженность четырехполосной трассы составит 15 километров. Сдать ее строители обещают через два года. В планах также возведение пути провода над железной дорогой в Синодском. «Это разгрузит и само движение федеральной трассы, а для жителей нашей области и моего округа характерно тем, что дороги вот такие они останутся, межпоселковые их разбирать не будут. Но зато снизится большой поток, уйдет, обходя станцию Синую, обходя переезд на Синодское. Таким образом будет движение более интенсивное». Объездная строится на федеральные средства, так же как и ремонт всей трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», который начался в этом году. Финансирование на эту дорогу область получила благодаря поддержке председателю Госдумы Вячеслава Володина. «Наша задача – привести дороги в нормативное состояние. Мы по этому показателю одни из последних в России. После нас не так много регионов, поэтому нам работать и работать». Это еще один участок трассы «Новольск» у поселка Ключи. Капитальный ремонт здесь делают впервые за 20 лет. «Дорога расширена, будет установлено освещение. Все это улучшит видимость и снизит аварийность». На участке у села Шихан и протяженностью 6 километров работы уже практически завершены. Ранее это также был один из наиболее аварийных участков. Теперь дорога расширена, установлено освещение и остановки общественного транспорта. «Я говорю на федеральных трассах. Здесь, конечно, и требования высокие, и контроль высокий». Благодаря спикеру Госдумы дороги в регионе передают на обслуживание за счет федерального бюджета. Кроме Вольской, это также трассы Саратов-Озинки и Саратов-Ртищево-Тамбов. Сейчас решается вопрос с трассы Саратов-Алгай. Оксана Лючева, Олег Бирюков, Саратов-24. Дом, который построили в Саратове. В большинстве случаев это типовая многоэтажка в чистом поле с минимальным благоустройством, без какой-либо инфраструктуры. Жители новостроек жалуются на то, что в их дворах нет детских площадок, клумб, скамейк и дорогу до ближайшей школы или детского сада никто не построил. В итоге в регионе падают продажи квартир в новых микрорайонах. Строительные компании начинают испытывать финансовые трудности. Надежда Новикова узнала, на какие регионы надо равняться саратовским застройщикам. Здесь пришлись бы ко двору клумбы и детские площадки. Но почти рядом со всеми саратовскими новостройками соседствуют разве что парковки. Алина со своим сыном Ярославом живет в доме, который расположен по адресу 3-й проезд Маленкова. Тут дети практически никогда не гуляют во дворе. У нас очень маленькая площадка и проездная часть. И опасно с детками гулять. Мы здесь не гуляем, ходим далеко в юбилейный. Должны быть какие-то нормативы, которые должны соблюдаться. Количество детских площадок, размер территории. Потому что у многих застройщиков территории практически нету, особенно по центру. Как вы считаете, должны новостройки сдаваться с инфраструктурой, чтобы была детская площадка? Конечно, обязательно, чтобы было все рядом, чтобы школа, площадка, все, чтобы было рядом. За плохими примерами благоустройства в Саратове далеко ходить не надо. Вот эта детская площадка во дворе новостройки в поселке Юбилейный. Мало того, что она расположена в опасном месте, мы видим рядом открытый люк, так еще она представляет собой довольно убогое зрелище. Допустим, вот эти вот качели без качель. Саратовские риэлторы говорят о том, что за последнее время спрос на жилье в регионе упал на 20%. Сейчас немногие могут позволить себе приобрести квартиру в новостройках из-за нехватки средств. Тормозит продажи тот факт, что в новых микрорайонах нет инфраструктуры. Некоторые застройщики не утруждают себя даже поставить лавочки у подъездов. А вот в других регионах необходимость благоустройства уже осознали. Я специально ездил для обмена опытом с коллегами, например, в Сургут. Там застройщики не то что соревнуются по количеству садиков или еще что-то, они соревнуются по оформлению. То есть там есть такая штука, как там, например, дом литераторов, и там есть парадная, посвященная Пушкину. То есть сделать что-то подобное, например, в Сургутскому вряд ли представляется возможным. И в Сургуте, и в соседней Пензе, во многих других городах застройщики думают о том, как сделать привлекательным свой проект жилого дома. В Саратове же хорошо, если новостройку просто сдадут в срок и без нареканий. А благоустройство территории и создание инфраструктуры – это уже практически роскошь. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Ипотечными каникулами воспользуются лишь 2% россиян. К такому выводу пришло большинство экспертов. Новые правила позволяют заемщикам в случае финансовых трудностей не платить по заему или уменьшить размер взноса. Но в целом это не спасет ситуацию, говорят финансисты. Как правило, ипотеку граждане оплачивают лучше, чем другие кредиты. Поэтому услуга будет непопулярна. Сегодня в среднем горожане платят по 17 тысяч рублей в месяц. И так больше 17 лет. В Саратове ипотеку задействуют в каждой третьей сделке. Всего россияне должны банкам около 6 триллионов рублей. Этой суммы хватило бы, чтобы провести 5 чемпионатов мира по футболу. Мы решили выяснить у саратовцев, как они покупают жилье и готовы ли воспользоваться ипотечными каникулами. В данном случае высокий процент. Был какое-то время, совсем короткий промежуток времени. Был маленький процент. Да, наверное, возможно было бы это взять. Но немного, наверное, замялись. Пока думали и время ушло. Человек 7, у которых прогорали на этой ипотеке. Бывали, даже не выплачивали. Особенно это очень было актуально при кризисе. Люди просто продавали квартиры за бесценок, чтобы оплатить быстрее кредит. Конечно, процент высокий. По сравнению с Европой особенно. Но как вариант, чтобы жить сейчас в отдельной квартире, а не снимать и не платить за аренду. Лучше, наверное, ипотеку взять. Он необходим тем людям, которые стремятся приобрести жилье. И, наверное, это единственная возможность. Вообще, брать кредиты легко, а отдавать очень тяжело. Поэтому, ну, как бы, ипотека не исключение. Ну, с другой стороны, чтобы не платить за съемное жилье, конечно, лучше взять ипотеку. Вот на мой взгляд. Потому что все равно платишь, куда деваться. А вы слышите? Ну, как проценты должны быть приемлемые. Под те проценты, что у нас в стране, наверное, нет. То есть, 0,2-0,4, как за рубежом, да, имеет смысл. Под наши проценты нет точно. Достаточно трудно, потому что средняя выплата как раз около месячной зарплаты получается. То есть, по сути, если живешь один на одну зарплату, то, вероятнее всего, не будет варианта выплатить. Нет, у нас есть квартиры две, поэтому нам нету не нужно. Не планируем. Мы не берем ипотеку. Мы против ипотеки. Строят и над землей, и под ней. Сегодня первые лица губернии отправились по дорогам Энгельского района. Автомобильную трассу Самара-Волгоград уже капитально отремонтировали. Сейчас полным ходом идет строительство подземного перехода на лесозаводской. Это возле школы нового века. Рабочие не успевают. Роман Базан узнал, что мешает сдать объект в срок. Рою землю в Энгельсе идет строительство подземного перехода. Тоннель будет проходить под автомобильной дорогой и железнодорожными путями на лесозаводской. В часы пик здесь интенсивное движение. Рядом расположены учебные заведения. Школа нового века. Мы делаем сначала тот переход, выход, 16-ти метровый для выхода. Потом переходим, делаем до железной дороги. То, что сегодня сказали, железной дороги мы уже переговорили. Для того, чтобы запас на неделю был на нефтяной базе, чтобы мы неделю смогли разобрать и закрыть переход. Технологично все эти вопросы обсудили, мы это сделать можем. Мы выходим на третий переход. Большую стройку сегодня посетили первые лица области. Было сделано несколько замечаний. Вопрос с объездными маршрутами нужно было решать оперативнее, заявили чиновники. Строителей попросили не срывать сроки. Те, в свою очередь, сослались на трудности. Немножко, конечно, мы как-то задерживаем. Почему? Много здесь электричества, связь. Вот сейчас это правительственный связь. Слишком близкий мы подходим, потому что все на стекной грунт. Грунты на стекной. Вот мы сейчас плиты все закрыли, чтобы спасать наших уже людей. Ну, вчера немножко дождь немножко подвел. Подвел, но ничего. Я думаю, сегодня мы исправимся, попробуем детонировать. Кроме строительства подземного перехода, в Энгельсе активно ремонтируют и трассы. Там, где закончили работы, устанавливают дорожные знаки и светофоры. Всего же в капитальном ремонте нуждается более сотни километров дорог по всей области. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. И такова была первая часть выпуска. После рекламы прогноза погоды продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. В пятницу, 2 августа, выльян день. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер с северо-западный 4,7 метра в секунду. Днем до плюс 22, а ночью до плюс 12. А спонсор прогноза погоды – компания «Росбанкрот». «Росбанкрот». Начни новую жизнь без долгов и стресса. Телефон в Саратове 42-5151. Беспокоят кредитные проблемы? Не можете найти выход? За долги перед банками забирают последние? «Росбанкрот» поможет решить кредитные проблемы. 42-5151. В Саратове и Инглисе ветрено и на градус теплее. Температура днем до 20, а ночью до 14 градусов выше 0. Атмосферное давление около 746 миллиметров. В ртутную столба вода в Волге плюс 18. В народе говорили, на Ильин день, до обеда лето, а вот после обеда осень. Всем добра, здоровья и удачи. До встречи. Мы в прямом эфире продолжаем знакомить вас с новостями. Реставрация усадьбы Нарышкиных в приоритете. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, посещая комплекс историко-культурных объектов в Балашове. По его словам, восстановить здание необходимо качественно, с привлечением квалифицированных экспертов. Ансамбль строений попал в специальную программу по сохранению исторического наследия, которую инициировал спикер. Станислав Жижун узнал, какие объекты вошли в проект и когда к нему приступят эксперты. Свою первую юношескую симфонию Рахманинов Сергей Васильевич начал писать именно в подах. В усадьбе Нарышкиных, построенных двоюродным братом Петра Первого, гостил не только знаменитый композитор, говорят краеведы. Комплекс зданий – это наша история. Но без должного внимания и ухода особняк и другие многочисленные постройки останутся лишь на фото. Усадьба с каждым годом разрушается. Если мы помним победы Александра Невского, если мы помним победы Суворова, Кутузова, если мы помним победы маршала Жукова и многих полководцев великих, почему мы должны забыть историю Нарышкина, которые были в родстве с Пестром Великим? Именно поэтому здания усадьбы в числе первых оказались в списке объектов, вошедших в программу по восстановлению историко-культурного наследия. Ее инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в этом году. Кроме усадьбы Нарышкиных в подах, в нее вошли более 20 объектов Саратова, Вольска, Откарска, Энгельса, Маркса и Балакова. Давайте двигаться по этой географии. Но приоритет – поды. Потому что памятник разрушается. У нас есть еще ряд памятников в Саратове. Того же приоритет. Почему? Разрушаются. Коллеги, вы сами хотели, чтобы мы занялись этой работой. Сейчас не бежайтесь. У вас не будет другого пути. Только результат. Вячеслав Володин попросил экспертов включить в программу как можно больше строения усадьбы. По словам специалистов, это может увеличить сроки. Есть риск не успеть к рассмотрению федерального бюджета. Вячеслав Володин предложил не торопиться и сделать проект, если и не в текущем году, но качественно. Время для того, чтобы выполнить проект, у нас тогда будет достаточно. Осеннее, зимнее время. Еще весна. У нас получится около года практически. Но в июне тогда мы спокойно возьмем и запустим экспертизу уже. Главгосэкспертизу будут проходить эти проекты. Тогда мы с вами выйдем к следующему бюджетному году, к сентябрю, когда обсуждается бюджет с проектами, с итоговой главгосэкспертизой по этим проектам. Но они уже будут включать ни одно здание, ни первый этап. Тогда это будет уже определенный комплекс. Спикер Госдумы обратил внимание специалистов на уцелевшие объекты дореволюционной постройки. Все их, по словам Вячеслава Володина, необходимо отреставрировать. Кроме того, нужно решить вопрос с недостроенным корпусом санатория. Его восстановление может привлечь в воды немало туристов и отдыхающих со всей России. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Справиться за пять дней столько нужно времени, чтобы потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сегодня заявили в федеральном МЧС. По словам специалистов, к борьбе со стихией подключились военные. В регионы направлены самолеты с вертолетами. Помогают и верующие. В храмах читают молитвы, а шаманы проводят обряды. Всего в стране полыхают порядка трех миллионов гектаров леса. Дым уже дошел до соседних стран, сообщает Известия. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Сегодня специалисты назвали город, где хуже всего оказывают коммунальные услуги. Это Каменск, Шахтинский, что под Ростовом. Южане часто страдают из-за грязной воды и дырявых труб, замусоренных дворов и обмана коммунальщиков. А в лидерах оказались Ейск, что на Кубани, Тюмень, Нижневартовск и Сургут. Там коммунальные службы оказывают качественные услуги и прислушиваются к мнению горожан, уверяют эксперты. В целом же по стране работ управляющих компаний граждане оценили на 5 баллов из 10, сообщает российская газета. Названо «безопасной для здоровья колбаса». Исследованием занимались специалисты Росконтроля. Они проверили образцы по 50 параметрам, поэтому нарекания у экспертов возникли. В части российских колбас обнаружили фосфор и частицы свиной шкурки, не указанные в маркировке. К тому же в некоторых продуктах был плохо перемешан фарш. В итоге специалисты Росконтроля забраковали колбасы Царицыно и Окраина. Внесли их в список товаров с замечаниями. Исследования показали, что доставщики еды частенько съедают часть заказа. Продукты до адресата не доносит почти каждый третий курьер. К такому выводу пришли эксперты одного из крупных дистрибьюторов. Больше половины доставщиков признаются, что часто соблазняются запахом еды, но сдерживают свой порыв. К слову, клиенты все чаще жалуются, что столкнулись с пропажей части заказа. Заведением даже предложили использовать антивандальные наклейки, чтобы предотвратить кражи. Искали обогревателя. Сегодня в палаточный лагерь, что в селе Визовка, наведались пожарные инспекторы. Сотрудники МЧС посмотрели, в каких условиях живут дети и как соблюдают правила безопасности вожатые. Напомню, в Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь. Погибли четверо детей. После трагедии к организаторам палаточного вида отдыха сейчас пристальное внимание. Полина Попенец побывала в Саратовском районе и узнала, нашли ли там нарушения. Сотрудники МЧС посетили палаточный лагерь в Визовке. Воинское братство функционирует уже два года. Здесь сейчас находится 10 детских палаток и две взрослых. Всего 30 человек. Это четвертая смена. Дети заехали накануне. Также на территории лагеря есть стационарный объект, столовая. Инспекторы проверили наличие огнетушителей и пожарной сигнализации. Проверяющие осмотрели палатки. Мы в первый день, вчера, да, обязательно, когда было размещение палатки, соответственно, мы, сотрудники, медицинский работник, проверяют, досматривают вещи абсолютно каждого ребенка на наличие. Потому что родители любят положить им огромную аптечку. Естественно, хранить это в палатке запрещено. Полющие, режущие, сжигалки, аэрозоли от комаров тоже взрывоопасные. Мы тоже все это убираем, собираем. Лекарства хранятся только в медицинской палатке. Если необходимость есть, у нас в холодильнике хранятся свои. По словам инспекторов, нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность, палаточных лагерей нет. Однако в 2017 году утвердили рекомендации для такого вида объектов. И сотрудники МЧС не могут привлечь к ответственности владельцев. Такая профилактическая работа проводится. В каждую смену выходят наши инспекторы, проводят инструктаж дополнительный с персоналом, проводят занятия с детьми, ну и проводят профилактический осмотр территории лагеря. В том числе в данном случае, это с учетом сегодняшней обстановки, тех трагических событий, которые произошли раньше, и того похолодания, которое вы видите сегодня. В первую очередь наш осмотр был направлен как раз на соблюдение режима, на использование каких-либо средств обогрева. В целом, как бы каких-либо серьезных замечаний нет. Есть отдельные моменты. Мы дали рекомендацию руководителю лагерю по тому, как им нужно доработать инструкцию, пересмотреть немножечко. Отдельно внимание уделили инспекторы знанию персоналам правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения возгорания. Несмотря на понижение температуры и ветреную погоду, в палатках обогреватели инспекторы не обнаружили. Как рассказали вожатые, чтобы согреться, ребята используют теплые вещи и спальные мешки. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Любовный треугольник, который поднял на уши весь интернет. Гага Купер Шейк. Российские фанаты обвинили певицу в том, что она увела у нашей бывшей соотечественницы Ирины Шейк мужчину. Напомним, леди Гага и Брэдли Купер вместе снимались в фильме «Звезда родилась». Недоброжелатели заполнили инстаграм-аккаунт Гаги гневными сообщениями и просто всякой ерундой. А что еще интересовало жителей Саратовской области во всемирной паутине, расскажем прямо сейчас. Пятую строчку нашего рейтинга занимает футбольный матч Тамбов-Спартак. В этой игре главный арбитр не назначил пенальти ворота хозяев. Были еще несколько спорных ситуаций. Поединок закончился победой Тамбова 2-0. Чуть выше митинг в Москве. Он прошел 27 июля. По итогам несогласованной акции, по некоторым данным, задержали около 1400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Открывает тройку лидеров запрос темы о Максиме Дадашеве. Российский боксер скончался от травм в американской больнице в штате Мэриленд. Туда он попал после боя с портовиканцем. Сразу после поединка в сети появилось видео, как тренер российского боксера отговаривает его от продолжения боя. Группу «Крови» Металлика спела на концерте в Москве. И это вторая строчка нашего рейтинга. Легендарная рок-группа исполняла хит на языке оригинала. Для фанатов из любой страны такие эксперименты очень дороги. Больше всего запросов на минувшей неделе было об актере Рудгере Хауэре. Он ушел из жизни на 1976 году. Хауэр прославился после выхода фильма «Бегущий по лезвию». И был достоин премии «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря в фильме «Побег из Абибора». И к этому часу у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Спонсор выпуска новостей – салон красоты «Бабар Бьюти Спа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова